Здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами будем выполнять работу по утеплению водопроводной трубы. Вот эта водопроводная труба у нас выходит с колодца, выходит из дома, вот она. И мы решили здесь заводить её в дом, вот таким образом. Значит, здесь ставим, заводим в дом и будет в этом где-то районе она выходить. Из опыта мы знаем, что в зимнее время в подполе бывает температура меньше нуля. И чтобы труба, значит, вода чтобы не замерзала в трубе, мы будем утеплять. Утеплять можно многими способами. Вот один из способов. Вот у нас есть пенофол. Вот видите, двусторонний пенофол, он уже не новый, но он пойдёт. И вот пенофол, значит, односторонний. Можно и тем, и другим. И тоже утеплять в нескольких способах. Вот самый простой, пожалуй, вот такой, значит. Берём, значит, кусок пенофола. Вот видите, значит, это оставляем где-то сантиметров 10. И просто, просто его оборачиваем. Берём трубу и вот таким образом его оборачиваем. Раз, видите, раз, закрутили. Зажали здесь вот, по тоже утюг, конечно. Раз, ну здесь по большому счёту, по большому счёту, достаточно одного раза. Мы немножко побольше зажмём. Видите, вот уже прокрутили, уже в принципе хватит. Хватит, ну, можно и маленько побольше. Здесь вот включает чуть-чуть. Вдвоём это удобнее делать, но возможно и одному. Вот уже получается, что вот уже второй оборот. Вот два оборота это предостаточно. Видите, компактно, хорошо. Вот так вот обернули, обернули. После этого берём ножик, да, и вот это обрезаем. Излишек обрезали. Вот так обрезали. Обрезали. И скотчем, скотчем временно закрепляем. Что держать не будем. Отсюда уже сварим трубу. Будем полностью, полностью утеплять это дело. Таким образом, раз. Ну, здесь, типа, если всё, считай, что она уже держится. Вот в тех местах, наверное. Хорошо. Ну, таким образом. Так. Ну, чуть-чуть шевелится, это не столь важно. Таким образом. Ну, и с этой стороны. Это временно мы её закрепили. А дальше, дальше будем вместе полностью утеплять. Вот. После того, как она сварим, значит, будем продолжать утеплять эту трубу. И посмотрим, что будет. Продолжаем утеплять трубу. Вот её полностью уже сварили. Вот сейчас утепляем. Ну, здесь вот на ровных участках, на ровных участках, вот. Вот, получается, вот два слоя, два слоя. Большой натягивания я не делаю. Натягивание я не делаю. Ну, так раз. Вот, видно. А теперь уже можно сделать это, наверное. Вот, так раз. Вот, все равно. Получается, что надо утеплять до этого уголка. Потому что здесь будет уже утепление. Ну, и у нас вот остановятся, останавливаются. Остаются вот эти уголки утеплять. С той стороны, с этой стороны. С тем, образом, мы это будем делать. Уже такой широкий полостой, это не утеплишь. Будем утеплять уже небольшими такими полосками. Где-то, я не знаю, сантиметров, наверное, шоссе. Берётся следующий образом. Просто можно рулончики расмотать. Можно так вот делать. Берётся вот, нахлёст идёт раз. Вот, да. И здесь уже начинаем. Так раз. Почему не широкими? Потому что если очень широкий воздать, то здесь уже будет сложновато. Вот так вот. Вот таким образом это делается. Вот, видите, вот так и наглёст идёт. И сюда. Вот. И теперь, да. Ещё один разочек, и будет хорошо. Так. Вот. И всё. И здесь уже можно... Можно ещё раз просто и хватит всё. Пойдётся. Теперь надо... Хотя вот так можно перевернуть. Сейчас, наверное, будет вот сюда. Вот. Может, уже будет посоление. Перебором. Вот. Теперь это надо зафиксировать. Здесь даже будет уже, как говорится, перебором. 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 вот здесь она практически все утеплилась канитель и с этой стороны здесь мы уже утепляли здесь мы уже утепляли можно вот видеть если я пропускаю побольше пошли вот таким образом она где-то идет накладывание миллиметров кучки одна и накладывается поворачивается это даже вот можно в принципе вот видите в наклёст это идет да а можно в штык делать штык ну наклёст она вот 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 в работе выполнили. Дальше у нас что идёт? Дальше у нас идёт такая картина, что здесь маленько копаем, чтобы побольше было. Всё чуть-чуть в углу вверх. И вот у нас вот такая лента. Лента специальная. Вот мы этой лентой будем сейчас верхний слой выматывать. Вот тоже самое. Взяли и вот отсюда начинаем. От отсюда начинаем. Здесь можно два раза сделать. Вот два раза. Вот сделали. И здесь уже натяжку надо посерьёзнее делать, потому что она крепче. Вот так вот хорошо. Таким образом. И уже будет гарантия, что она в зимнее время не замерзнет. Вот так вот здесь особой хитрости нету никакой. Вот так вот и пошла она этой штукой. Если большие пролёты, большие пролёты, допустим, не как здесь вот, не большая часть. Если большая часть, то, возможно, сразу заранее это всё замотать будет, может, даже лучше. А здесь вот так вот идёт. Ну, как говорится, на поворотах. Ну, как говорится, на поворотах. Ну, посложнее немножко, но… Вот так вот. Так здесь можно было сделать у себя. Вот это пошло. Ну, и видите, она завершается, лента эта. Беру вторую. И начинаем с той лентой, которая завершилась, видите, да, вот я положил, где-то она закончилась, я сделаю пару оборотов, я сделаю, покажу, она, и вторая, она подтягивается, и пошла, и дальше даже будет излишняя, вот так, вот раз, и пошла, вот так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, о, здесь чуть-чуть сюда, и если, допустим, где-то складка получается, можно ее вот так, ленту поворачивать, вот так повернули, вот так, раз, и сюда пошла, потом обратно, в обратную сторону опять повернули, и будет все без складок, и хорошо, вот так вот, пошла, здесь я много намотал, наверное, как говорится, утеплителя очень много, ну, в данном случае кашу маслом не испортишь, так вот, идет она, чуть-чуть сухла, но здесь уже хорошо, вверх, вверх уже смысла нету, мотать лентой, можно просто, что, вернуться пониже, так вот раз, но здесь излишки получаются значительные, вот, вот так, сюда, сюда пошли, сюда натянули, все, вот так вот, так вот, так вот, так, если мы утепляем где-то трубы, которые могут попадать под дождь, и так далее, то желательно, чтобы, чтобы вода не закипяла, здесь воды быть не может, вот, для этого мы замотали, и, в завершении всего, берем вот такую веревку, вот она, два с половиной миллиметра, ее здесь не так много, если не хватит, придется еще брать, ну, думаю, хватит, так вот, здесь уже, как говорится, будем мотать, будем мотать, здесь шаг, ну, где-то должно быть где-то 5 сантиметров, 10 сантиметров, где-то дальше надо будет, вот, начинаем сначала, завязываем ее, завязываем, кто как пожелает, кто-то так завязывает, вот таким образом, сейчас вот, завязываем, вот так раз, два, она получается немножко от земли, веревка, и, потому, она уже, как говорится, нет, не будет, вот так раз, все, ну, и вот пошли, вот таким образом, вот так вот, раз, и делали, так, от оборотика идет, вот только не обошли, вот видите, где-то сантиметров, 5, может быть, 10, чуть-чуть сюда наведли, вот видите, вот получилось вот, раз, вот, 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 видите, вот, вошло сюда вверх, снова, сюда делаем, снова оборотик, можно в клубочек это сделать, если у кого нету спицы, вот, снова так, раз, вот, поправляем сюда, 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 снова, вот, снова, так, видите, так, теперь сюда она пошла, снова, вот работаем, снова, вот, от этого оборотика, это оборотик, делаем сюда, продеваем, немножко надо разслабить, можно побольше делать и снова оборачивать вот таким образом а на ровных участках на ровных участках можно делать как говорится побольше вот видите здесь ровный участок здесь можно его сантиметров 10-15 ничего страшного и будет вот таким образом завязываем вот так раз вот так вот раз и будем там можно чуть-чуть длинуть сюда немножко поправим и она будет вот такая завязка вот так вот видите вот так раз потянули и проходим сюда вот так вот так здесь растут немножко ложка вот так вот придется чуть-чуть попотеть Вот здесь вот видите, раз вот так, все одинаково, сверху вниз, сверху вниз, и вот здесь вот, вот такие мы называем, вот так вот сюда, сюда, здесь уже завершение будет придется, завершение идет. Вот так вот, я думаю все поняли, что это ничего в этом сложности нет никакой, так вот, ну, гарантия того, что в зимнее время, это водопроводная труба, не замерзет, ну вот и в конце, в самом конце берем, значит, вот таким образом здесь завязываем, сейчас поленько побольше нитки делаем, вот так вот, так, что-то придерживаем, сейчас обрезаем, так вот, вот так обрезаем, вот, раз на сокрест, видите, эти вверхи попадались, вот так я обывание беру, делаю, вот так, раз, вот сюда, сюда двотягиваю, вот видите, вот и все, здесь просто мы завязываем, вот так вот, раз, раз завязали, вот можно еще разочек завязать, вот уже сто процентов она никуда не денется, можно еще потянуть чуть-чуть, вот таким образом, так вот, так вот, ага, здесь, ну, можно не просто, так вот, все, так что, а здесь, дальше будет утеплить, все, так, вот так, вот это можно просто обрезать, можно не обрезать, вот, ну, значит, что, подводим итоги, в принципе, очень просто и очень надежно утепляется труба, берется пенофол, значит, сначала, значит, трубки большие части утепляем, а потом, значит, все повороты, сгибы утеплили, сверху замотали омоточным материалом и завязали веревкой. Еще, я думаю, каждый, кто пожелает это сделать, сможет у себя таким же образом утеплять трубы. Все, до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok